Всем привет! С вами как всегда Аня. И сегодня я хочу для вас снять еще один обзор по плетению из резиночек. Так уж получилось, что я сняла сразу три видео подряд про резиночки. И вы не поверите, но пока шел учебный год в школе, у меня было большое желание целый день плести все, что мне нравится. В следующем видео я обязательно сниму про что-нибудь другое. Надеюсь, очень интересно и то, что мне очень нравится. Кстати, сегодня прошел очень сильный дождь, и я целый день провела дома. И мне пришла в голову идея сделать домик для моих кукол Эверяшек. Мне интересно узнать ваше мнение. Хотите, чтобы я сделала обзор на то, как я делаю этот домик? Напишите мне в комментариях, пожалуйста, ваше мнение. Сегодня я покажу, как плести браслет, который называется Восьмерка. И, кстати, когда я готовилась снимать это видео, то прочитала удивительные вещи про то, как одна англичанка при помощи своей дочери плела целое платье из резиночек. Честно говоря, это меня сильно поразило. Из головы у меня не выходит мысль, что, скорее всего, такое платье носить будет не очень приятно. И оно, наверное, очень тяжелое. И даже трудно себе представить, сколько времени они на это потратили. Вот фотография этого платья сейчас у вас на экранах. Ладно, давайте я приступлю к плетению. Для этого вам понадобится крючок, клипсик и, конечно же, у вас станок. Итак, чтобы сделать основу, я использую черный цвет. Вы можете же использовать какой-нибудь другой. Берем черную резинку, я сейчас придержу станок. И перекидываем ее с первого столбика среднего ряда на первый столбик левого ряда. Теперь берем еще одну резинку и перекидываем с первого столбика среднего ряда на первый столбик правого ряда. Вот так. Теперь берем еще резиночки Я себе положу рядом Теперь обращаем внимание полностью на левый ряд Мы должны с первого столбика левого ряда перекинуть на второй столбик левого ряда Берем еще резиночку И делаем то же самое, только со второго столбика левого ряда На третий столбик левого ряда Итак, продолжаем накидывать резиночки до конца. И вот. И я хочу вам сказать, что с предпоследнего столбика левого ряда мы не должны перекидывать на последний столбик левого ряда. А мы делаем так. С предпоследнего столбика левого ряда перекидываем на последний столбик среднего ряда. теперь переходим к началу и обращаем внимание полностью на правый ряд теперь мы берем еще одну резинку и проделываем ту же самую операцию теперь можно уже убрать черные они нам больше не понадобятся теперь для восьмерок мы должны использовать какие-то другие цвета я возьму синий розовый и оранжевый цвета у меня будут проснуть берем одну пару синих резинок и перекидываем со второго столбика правого ряда на второй столбик левого ряда теперь я возьму побольше розовых резиночек чтобы было удобнее берем одну пару розовых резинов делаем то же самое только с третьих рядов вот так теперь я возьму оранжевые резиночки и делаем то же самое только на четвертых столбиках и так продолжаем делать до конца вот так теперь можно остальные резиночки убрать вот так и теперь я для удобности потом переверну станку вот так теперь мы должны с вами взять черную резинку под цвет нашей основы и накинуть на последнем столбике два раза это мне сейчас неудобно делать раз и два вот так теперь я переверну станок вот так вот так и теперь откидываем все резиночки и подхватываем самую нижнюю она у вас должна относиться к правому ряду осторожно только чтобы не порвать теперь немного я выделю на себя опять подхватываем под всех и выхватываем самую нижнюю так я себе помогу немного чтобы не было видно какую я беру вот эту вот так вот так и осторожно осторожно так как натяжение тут достаточное теперь мы берем внимание полностью на левый ряд опять и отодвигаем все резиночки и берем самую последнюю так подождите сорвалась вот так и перекидываем ее на следующий столбик так просто я боюсь порвать вот так теперь опять же отодвигаем резиночки и подхватываем оттуда самую последнюю и передвигаем на следующий этаж просто не получается вот так и так продолжаем делать до конца и вот последний столбик мы уже перекидываем на вот на этот столбик теперь опять возвращаемся к началу и и сделаем ту же самую операцию и вот мы последний раз сейчас накидываем резиночки вот так теперь так так да все соединили и теперь мы опять же берем черную резиночку и просовываем для начала крючок через все резиночки вот этого столбика и под низ мы должны подхватить цвет нашей основы то есть эту черную резиночку вот эту подхватываем и должны вот так проникнуть через все и завязываем узелок чуть 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 не упал он чуть не упал так вот так мы завязали узелочек и теперь нам осталось всего лишь взять браслет другое немного давайте его растянем вот что у нас получилось вот так теперь нам понадобится клипсик вот наш клипсик зацеплен и тоже другой конец И вот Посмотрите на мой браслет Он очень красивый Надеюсь он вам тоже понравился Я буду очень рада Если кому-то я помогла Спести такой же браслет Напишите мне Как у вас получилось И еще мне интересно узнать А какой ваш самый любимый тип плетения Всем кто смотрел меня Большое спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал С вами была как всегда Аня Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...